Я сегодня хочу говорить на тему Бога Завета. Бога Завета. У нас есть хорошая традиция в нашей церкви, и многие люди знают, что первое воскресенье в нашей церкви тоже является служением Завета. И в последнее время получается и служение помазания, то есть три в одном такое. Служение помазания, служение Завета, рождественское служение. И в последнее время у пастора Сандрея не получается, говорит нам, что это, как это взялось, откуда это. И тоже современно люди изменили в церкви, новые люди приходили, и даже кроме того, надо просто вспоминать истох, откуда это всего, для того, чтобы мы лучше понимали, и для того, чтобы мы лучше заключили завет с Богом, или пересмотреть тот завет, который мы уже заключили с Богом. Многие из нас, которые были на служении помазания, мы заключили завет с Богом, но можно пересмотреть этот завет. Я верю, что после проповеди, сегодня, если я закончу, если нет, следующее воскресенье, мы пересмотрим наш завет, мы поймем Бога, и мы, я уверена, что некоторые из нас, мы посмотрим тот завет, который мы заключили, и говорим, нет, 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 это не пойдет. Это не пойдет, это слишком скромно, да. Я верю, что после этой серии, этой проповеди, мы расширимся, наша вера увеличится, наше мышление изменится, и мы сможем заключить завет размером Бога. Аминь. Давайте откроем Биттио 28 главу. Биттио 28 главу. И будем читать с 10 по 22 стихи. Биттио 28, с 10 по 22 стихи. Иаков же вышел из Вирсави, и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что сошло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе подушкой, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангели Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полю дню. И благословляться в Тебе, и в семени Твоем, все племена земли. И вот я с Тобой, и сохраню Тебя везде, куда Ты не пойдешь. И возвращу Тебя в эту землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе. И Яков пробудился от сна своего и сказал, Истинно, Господь присутствует на месте всем. А я не знал. И убоялся и сказал, Как страшно это место. Это не иное, что как дом Божий. Это врата небесные. И стал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе подушкой, и поставил его памятником, и возлил еле на верх его, и нарек Яков имя месту тому Вифил, а прежнее имя того города было Луз. И положил Яков обет, то есть заключил завет, сказав, «Если Господь Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, которые я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и в мире возвращу в доме Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что Ты, Божий, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Именно на этом местописании базируется наша традиция заключить завет с Богом первое воскресенье каждого года. И некоторые из нас уже 10 лет заключают завет с Богом, и мы можем сегодня свидетельствовать, что Бог есть Бог, который хранит завет. Бог есть Бог, который хранит завет. Бог есть верный Бог. Очень важно, чтобы мы знали, что до того времени, как Иаков осмелился заключать завет с Богом, никто до Него не заключал завет с Богом по собственному инициативу. До того времени сам Бог приходил к Аврааму, сам Бог приходил к Исааку, и сам Бог инициировал завет с ними. И Он говорит, вот завет, который я заключаю с тобой. Если вы будете со мной, если это сам, то есть Бог сам инициировал завет. Никто не смог осмелился, заключил завет с Богом по собственному инициативу. Я подумала, может быть из-за того, что у евреев есть особый, знаете, ну, страх Божий, особое благоговорение. Допустим, даже до сих пор евреи, они не говорят, Бог, как мы говорим, то есть, и даже не пишет Его, как мы пишем. То есть, для них это как, ну, они недостойны, и они не хотят, чтобы, как сказать, пофамильярно относились к Богу. Поэтому они всегда оставляют вот эту дистанцию, и у них всегда, ну, очень высокое почтение. Пусть будет религиозно, пусть будет видимое, но это у них есть почтение. Они знают, класс Бога, они знают, что с Богом шутить не надо. И тем более, еще есть заповедь, где написано, что они произносят имя Бога в Суе. И поскольку они не знают, когда это в Суе, и когда это не в Суе, они решили, больше его не трогать. Это мое, не написано в Библии, это я вот фантасирую. И, и, короче, до того никто, то есть, сам Бог заключил завет с ними по его инициативе. Люди между собой заключили завет, то есть, Авимилех и Авраам, но заключили завет, но чтобы сам человек взял на себя и говорил, Бог, я хочу заключить завет с тобой. Такого не было. И еще, может быть, знаете, сегодня мы можем заключить завет с Богом, потому что Бог стал нашим отцом. И в Старом Завете Бог всегда говорит отец, 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 но мы живем во времени благодати, мы живем во времени, когда действительно Бог может стать рядом, как наш ребенок, да, мы, которые есть родители, может просто войти к нам, и он не думает, откуда у тебя будет денег. Дети просто приходят ко мне, ну, мне нужно. Хоть умри, мне нужно. Я иногда на них смотрю, вы вообще думайте, вот, им нужно и все. то есть мы живем во время благодати, когда строится особское, сыновское отношение, Бог стал рядом, Бог стал ближе, ну, не только как Бог, Он есть Бог, аллилуйя, но Он все равно есть отец. и я думаю, и я думаю, что вот это Бог через это хочет нам сказать, что да, я Бог, я не против, но все равно я отец, и я хочу, чтобы вы, конечно, праведности, в почтении, чтобы вы чувствовали себя свободны передо мной, и чтобы вы могли просить у меня то, что вы хотите. Есть местоописание, написано, что вы не имеете, потому что вы не просили. Просите, пока ваша радость будет совершена. Поэтому это какое-то новшество, это какое-то ноу-хау, это что-то новое, которое Бог наше делает через Якова в Библии, и мы учимся от этого сегодня. И не забудьте, что мы служим Богу Авраама, мы служим Богу Исаака, и мы служим Богу Якова. И все то, что Бог делает с этими людьми, Он готов сегодня делать, делать с нами. Бог с заветом. Бог с заветом. Второе, то, что я хочу, чтобы мы отметили с этого местописания, это то, что именно необычное Божие посещение мотивировало Якова, заключил этот завет. Необычное Божие посещение. Мы не читали предыдущие главы, и мы даже не считали то, что была доверка, но некоторые из вас, вы знали, как Яков дошел туда, и почему он вообще попал в это путешествие. Он очень плодло поступил. они с мамой что-то там зачинили, СПД создали, и в конце концов ему надо убежать, чтобы спасать свою жизнь. И вы себе представьте, когда человек в таком непонятном, то есть за спиной грех, когда человек чувствует себя не самый лучший образом, да, представьте, именно в это время Бог приходит, когда ты думаешь, что ты ниже Плинтуса, именно в то время, когда ты думаешь, что Бог с тобой, Бог тебя видеть не хочет, именно в то время, когда ты думаешь, что с тобой уже ничего не получится, Бог приходит и говори слово в твоей жизни, Бог приходит и восстанавливает себя, именно вот это необычное Божие посещение побудил Якова заключить завет с Богом, и еще я хочу, вы знали, что да, были необычные посещения Бога и в жизни Авраама, и в жизни Исаака, но обычно, что они делали, когда Бог так особенно их посетил, они обычно делали жертвеннику и поклонялись Богу, то есть они никогда равнодушно к этому не относились, они всегда фиксировали все то, что Бог, сколько раз Бог явился Аврааму, и в конце он всегда делает жертвенники, он всегда поклонится Богу, и то же самое Яков делал, но разница в том, что Яков пошел дальше, Яков тоже, он взял вот этот камень, вот, он поставил его как жертвенник, он лил на него елей, да, он тоже поставил жертвенник, но он пошел дальше, он пошел ближе, после того, как он поставил жертвенник Богу, после того, как он поклонялся Богу, он заключил завет с Богом, и сегодня Бог открывает себя нам, как Бога завета, и сегодня Бог дает нам понимание, что мы тоже, как Яков, можем заключить завет с ним, не только Бог должен заключать завет с нами, но он хочет тоже, чтобы мы чувствовали себя свободными, чтобы мы чувствовали себя как дети дома, и мы можем заключить завет с Богом. Третье, что я хочу сказать, по отношению к завету, раньше, то есть завет, инициированный Богом, имел такой характер, если, то есть завет, инициированный Богом, имеет такой характер, если вы будете соблюдать мои заповеди, то я, вот, это завет от Бога, а завет, инициированный Яковом, имеет такой характер, Бог, если ты будешь со мной, если ты, это самое, тогда я, то есть завет, который инициировал Бог, в основном ответственность была на Него, основном ответственность была на Него, вы просто ходите моим путем, то есть сам Бог сказал, что Он будет делать, а такое причинение, что мы как люди, у нас не было выборов, то есть Бог просто нам говорит, ты будешь это делать, то, что я буду делать, но уникальность и прелесть завета, который мы сами заключаем, что у нас есть выбор, и я сама выбираю, насколько я хочу посвящен Богом, допустим, в том случае с Яковом, он сам говорит, что Бог, если ты будешь со мной, я, ты всегда будешь моим Богом, второе, он говорит, вот это камень, станет Домом Божьим, и третье, он говорит, что из всего то, что ты дашь мне, я дам тебе десятины, то есть сам от себя он уже берет ответственность, сам он уже говорит то, что он хочет, то есть до того Бог просто говорит, если вы будете идти моим путями, если вы будете заблюдать мои заповеди, а тут Яков имеет возможность взять ответственность на себе, это то же самое, когда дети наши маленькие, да, мы им говорим, вот так надо жить, вот так надо себя вести, по утрам надо маме и папе сказать доброе утро, когда тебе что-то дают, тебе надо сказать спасибо, то есть такие общие мы им даем, а представьте, когда они уже выросли, представьте радость, какая будет радость, когда один день просто всем придет и скажет мама и папа, я вас каждый месяц буду благословить определенный, то есть уже от него, мы даже этого не просили, то есть когда Бог заключает с нами завет, Он просил только минимум, просто чтобы сохранил нас, минимум, а когда мы уже заключаем завет с Богом, мы уже можем дать Ему больше минимум, да, мы уже можем дать Ему все, то есть это уже наша креативность, поэтому прелесть, преимущество, когда мы сами заключаем завет с Богом, И это будет добровольно. Это не то, что меня вынуждали, составили, сказали, все должны. Нет, это будет, знаете, написано, я вложу закон мой в сердце их. И некоторые, я знаю, некоторые люди в церкви, они служат больше всех, они жертвуют больше всех. Почему? Потому что у них есть завес Богом. И потому что это исходит от них. Они уже недовольствуют вот это, ну, среднее, то, что все должны делать. То есть, что все должны делать? Десять процентов от дохода и пожертвования, ну, минимум. А есть люди, которые заключили завес Богом, и они делают больше. Вот преимущество завета, когда мы сами заключаем завес Богом, мы можем поднимать планку по отношению к тому, что мы просим от Бога, и по отношению к той ответственности, которую мы берем, и по отношению к тому обещанию, которое мы даем Богу, что будем делать, когда Бог услышит наш голос. Бог всегда имеет желание посещать нас. Ну, в принципе, это Его работа. Если вы помните, Битье, по-моему, вторая глава, третья глава, когда Адам и Ева согрешили, в Библии написано, что вечером, что Бог пришел по обичию, да? Бог пришел к Адаму и Киеве, как Он всегда приходил. Он создал нас по образу и подобию себе. Вы не представляете, как Бог скушает по нами. Вы не представляете, как Бог всегда хочет быть с нами. Это Его работа. Это у Него другой работы нет. Просто быть с нами, наслаждаться нашим присутствием, говорить что-то в нашей жизни, дать нам уверенность, повторять, что Он с нами, Он не оставит, Он не покинет нас. Бог всегда хочет посещать нас. И если мы будем ценить эти посещения, мы всегда будем уходить с какой-то изуминкой, с каким-то благословением. И дальше, что мы видим, если вы вспомнили то, что мы читали, когда, еще я хочу сказать, я это очень много говорила по четвергам, что сни, сон, сни, когда мне снилось что-то, это потрясающий подарок от Бога людям. И нам не надо легкомысленно относиться к нашим снам. Сон – это возможность Богу говорить с нами каждый день. Знаете, некоторые люди, они ищут ясновидящие, да? Да, или что-то. Они хотят услышать от Бога. А Бог уже создал систему. То есть, не выходя из кассы, не выходя из дома, мы это называем, ой, я устал, надо идти спать. Мы говорим, пора спать, да? А оказывается, пока спим, пока отдыхаем, Бог говорит нам. Понимаете? Совмешает полезно с приятным. То есть, есть система, как Бог может говорить с нами каждый день. И не важно, где ты, не важно, где ты спишь, на кровати, на полу. Есть сон. Оказывается, что сон – это не какой-то дополнительный, ну, все спят, надо спать. Всем снятся, ну, надо терпеть. Ну, всем снятся. Оказывается, что мы можем воспользоваться, мы можем открыть себе вот этот инструмент и начинать молиться. Когда я молюсь за моих детей, я всегда говорю, Бог, проговори им через сон. Я тоже, когда я хочу какое-то руководство, когда нужно принимать какое-то решение, когда я не вижу его четко, я прямо и молюсь. Говорю, Боже, вот ложусь спать, покажи мне что-нибудь. Говори мне. То есть, я хочу, чтобы мы начали, ну, сон по четвергам, мы это видели, да? Когда мы начали изучение по Библии, Матвей, по-моему, первая глава, или вторая, или третья глава, даже в одной главе мы видим, как Бог явился людям и дал руководство через сон четыре раза, даже если не пять раз. Когда Иосиф хотел бросить Марию, да, Бог явился с ним. Когда волхвы, да, должны были вернуться к Ероду и сказать, где находятся младенцы, Бог говори им через с ним, дали им указание. Когда Ирод, когда волхвы не вернулись к Ероду, и у него все там кипит, и он уже решил убивать всех младенцев, опять через сон. Бог говори Иосифу, возьми мать, возьми, это самое, убежите. Когда Ирод умер, опять Бог явился Иосифу, через что? Сон. И говорит, умерли все, которые ищут душу младенцев и сейчас возвращаются. То есть сон это потрясающий инструмент, если мы его будем осознать, если мы будем молиться за наши, если мы, знаешь, этот канал есть, если мы его откроем для Бога, вот. Тем более, по-сосону учит нас быть эффективными, да, по-сосону учит нас совмещать дела. Какая проблема? Перед с ним, Боже, я отдыхаю, плод отдыхает, дело отдыхает, я же не имею власть над сны. Это самое, пожалуйста, руководи, покажи мне. Через сон Бог может показать нам то, что будет. Через сон Бог может показать нам, какие решения нам надо принимать. То есть, ну, это преимущество для нас. Нам не нужно кошмары, да, или как людям снятся, да. Нам уже кошмары не снятся, ну, не могут, ну, с какой стати, да. У нас сон для чего-то другой. Для руководства, общения с Богом. Поэтому давайте будем сценить вот этот инструмент. Вот, вроде Яков один посреди неизвестности, посреди никуда. Ну, представьте, джунгли какой-то. Но Божья система работает. Если только он положил голову в спа, Бог тоже взялся за делом. Еще что я хочу сказать, и почему вот этот завет очень важен. Бог явился к Якову, о Боже мой. И наша ему говорит какие-то высокие вещи, когда он меньше этого хотел, и когда он меньше об этом вообще думал. То есть, человек бежал за свою жизнь. Человек, ему просто лишь бы выжить. Ему достаточно вот этот хлеб мой насущный. Для кого-то это работа, ну, не просто работа. Для кого-то выйти замуж, жениться. Для кого-то, что еще, закончить тот проект, который есть, и больше ничего не надо. Это то же самое, когда Исаак еще не родился, да? И Бог очередной раз, да, приходил к Аврааму и говорил, я благословлю тебя, я размножу тебя. Одно и то же, да, якобы, ту же самую песню. Бог поет Аврааму. И очередной раз, когда Бог повторил все это все, Авраам стоял, говорит, лишь бы Исмайл жив. То есть, Бог говорит, но лишь бы Исмайл жив. То же самое, знаете, иногда Бог является нам и говорит нам грандиозные вещи, говорит нам большие дела, говорит нам свое призвание, и мы на него так смотрим. Бог, мне работа надо, а не призвание. Понимаешь? Мне семью надо кормить, а не церковь на Харкавском массиве. Вот иногда так бывает, знаете, отношение того, что Бог нам говорит, и в той ситуации, в которой мы находимся. Но Бог, Он не ситуативный Бог. Бог не ведет отношения с нами по сегодняшний день. Бог видит всю картину. Бог знает, что Он уже говорит нашим отцам. Бог знает, что Он должен делать с нами. Поэтому, видя всю картину, так Бог ведет нас. Следующее, что мы видим с этого местописания, когда Бог наш говорит Иакову, Он говорит ему, Я Бог Авраама, Я Бог Исаака, Отца Твоего. Что это значит? Это значит, что Бог есть Бог поколений. И практически, если вы будете внимать, то, что написано в Библии, то, что Бог говорил Аврааму, то же самое Он повторяет Исааку, и то же самое Он повторяет Иакову, и то же самое Он повторяет мне сегодня, и то же самое Он вам говорит сегодня. Потому что в Аврааме Бог уже увидел Иакова. Потому что в Исааке Бог уже увидел Иакова. И что я хочу вам говорить сегодня от имени Бога, что то, что Бог делает в вашей жизни, и то, что Бог будет делать в вашей жизни, Он это начал не сегодня. Он это начал еще с ваших предков. Некоторые из вас, вы из семьи верующих. Некоторые из вас, вы уже четвертое поколение верующие. Некоторые из вас уже десятое поколение верующие. И обещания, которые Бог дал отцам вашим, некоторые из вас, ваши родственники, ваши отцы, они отдали свою жизнь за веру. Во время коммунизма, во время притеснения. И то, что Бог сейчас делает с вами, Он не начал это сегодня. Он это делает, да исполнится слово, которое Он говорит вашим предкам. Да исполнится слово, которое говорит вашим отцам. И я еще скажу, некоторые из вас, ваши родители еще живы, но они в Боге, они в вере. И все обещания, все слова, которые Бог говорит вашим родителям, оно приходится вам. Потому что, когда ваши родители уйдут, эти обетования с ними не уходят. Они переходятся. И вы увидите, все то, что Бог говорит Иакову, Он говорит, тебе и потом судьбу, тебе и потом судьбу, тебе и потом судьбу. Поэтому те работы, те заветы, те призвания, которые Бог дал нашим отцам, Бог не хочет, чтобы это закончилось на нас. Бог помазание, благословение, слава, которые есть на наших родителей, которые есть на наши дедушки, бабушки, они приходятся нам. Помните то, что Павел говорит, Тимофей, что вера, которая сначала была в бабушке твоей, потом в маме твоей. То есть, все идет, все, это продолжительное, это род, это продолжительное благословение. Поэтому очень важно, чтобы мы почитали наших родителей, очень важно, чтобы мы изучали наших родителей, потому что все то, что Бог делает в их жизни, Бог будет делать в нашей жизни, и еще и больше. Аминь? Бог есть, Бог поколение. И мы, как родители, мы должны знать, что все то, что Бог сейчас делает с нами, оно не закончится на нас. Оно не закончится на нас. Почему Авраам благословит Исаака? Почему Исаак благословит Иак? Даже прежде, чем Исаак и Иаков должен уходить, он пошел к отцу, и отец благословил его. Почему? Потому что Бог есть, Бог поколение, и та работа, которую Он делает в вашей жизни, Он уже наша в жизни вашего отца. Вы несете помазание вашего отца. И все обетования, все заветы, которые ваши отцы заключили с Богом, они исполняются в вашей жизни, они исполняются в жизни в ваших детей. И почему я говорю, что некоторые из нас, нам придется пересмотреть тот завет, который мы заключили в прошлое воскресенье. Потому что мы должны увидеть наше потомство в этом завете. Мы должны увидеть наше потомство. Это должен быть завет, который наше потомство должен наследовать. Поэтому нельзя заключить завет только из-за того, что Бог дай мне сало, дай мне Божь. Нет! Нам надо делать совет, который пойдет от поколения в поколение. Видите, десять поколений в глубине. Ваш совет, это должен быть, чтобы ваши дети служили Богу, чтобы ваши дети меняли их мир, чтобы Бог делает невероятно с вашими людьми, чтобы огонь Божий горел больше и больше в их жизни, чтобы они принесли побуждение там, где они находятся. Потому что это работа, это помазание уже обещано нашим отцам. Говорит, я буду с тобой, я не оставлю тебя. И потомство твое будет, как песок земли, распространится по суду во имя Иисуса Христа. Мы служим Богу завета. Воздайте Богу славу. Мы призваны наследовать завет, который Бог еще уже заключил с нашими физическими отцами, с нашими духовными отцами. Мы призваны. Если вы что-то видите в своем родителе, попросите у Бога двойное помазание. Если вы что-то видите в своих земных родителей, попросите у Бога двойное помазание. Если вы что-то увидите в своих духовных родителей, это вам, Петр, во время Пятидесятницы, после того, как Дух Святой пришел, он говорит, вам принадлежит это обитание и вашим детям. Вам принадлежит это обитание и вашим детям. Кто-то помнит это местописание? Вам принадлежит это местописание? Вам принадлежит это обетование и вашим детям? Бог всегда работает, видя поколение впереди. Когда Бог работает с вами, Он не работает только с вами. Бог работает, имея в виду детей, которые вы родите физически, и детей, которые вы родите духовно. Бог есть Бог поколения. Поэтому Он говорит Якову, я не оставлю тебя, пока я не исполню все, что я говорю тебе. Я не оставлю тебя, я буду тянуть, я буду звать. Я не оставлю тебя, потому что эту работу я начала не с тобой. Я должен сохранить тот завет, который я заключил еще твоим отцом. Еще когда тебя не было, мы уже заключили завет. Дети, молодежь, когда вас не было, мы уже заключили завет с Богом. Мы уже заключили завет с Богом. Вы Богу надобны, вы будете служить Богу. Во все дни жизни вашей. Потому что когда вы еще были маленькие, когда вы не знали разницы между лево и право, мы уже посвятили вас Богу. И вы будете служить Богу. Аминь. Давайте посмотрим, что Бог говорит Якову. Он говорит, я Бог отцов твоих. Я был еще до твоих отцов. Но я есть Бог, который сохранил твоих отцов. Я есть Бог, который вел твоих отцов. Всегда, знаете, гордо, знал, что есть отец. Всегда защищенно, знал, что есть отец. А Бог пришел к Якову и говорит, что я выше твоих отцов. И сегодня, если у вас уже нет живых родителей, у вас есть родители. У вас есть Бог ваших отцов. У вас есть Бог ваших родителей. И Бог становится вашим отцом. И даже некоторые из нас, у кого еще есть родители, мы-то понимаем, что рано или поздно они уйдут. И тогда что будем делать, когда папа не станет? Что будем делать, когда мама не станет? У нас есть Бог наших отцов. У нас есть Бог, который был с нашими родителями, когда они были. У нас есть Бог, который исцелил наших родителей. У нас есть Бог, который вытащил наших родителей. У нас есть Бог, который избавил наших родителей. И у нас есть Бог, который прославил наших родителей. И это Бог есть нашим Богом. И то же самое еще больше Он сделает в нашей жизни. Что еще Бог говорит Иакову? Он говорит, эту землю дам тебе и твоим потомкам. Очень важно, чтобы мы вспомнили, откуда все. Бог призвал Авраама. И Бог говорит, видите, и земли твои. Из родства твоего. И Бог повел его в землю, даже которую он не знал. Бог повел его в чужую землю. И Бог постоянно говорил ему, я дам тебе эту землю. Это было невероятно. Это было невозможно. Вы себе представьте, один человек пошел в другой земле. Извините, эта земля была не свободна. Понимаете? Если кто-то заберет меня и говорит, вот, паста Боссе, я хочу вам подарить 10 гектаров земли. Вот это документы, я переоформлю на вас. Это ничего. А вот, Бог говорит, вот 10 гектаров земли, он сейчас принадлежит Акматову, но тебе и потомцу твоему я дам. Спасибо за подарок. Вы понимаете? Это то же самое. Извините, гиганты, серьезные люди жили в этой земле. И Бог много раз повторил. Бог говорит Абраму, смотри налево, смотри направо, впереди. Судон там недалеко, Гомара там недалеко, а Мария там недалеко. И Бог говорит, тебе дам и потомцу твоему. Тебе дам и потомцу твоему. Тебе дам. И Абрам поверил. И он пошел в эту землю. Он был иностранцем. То есть страна странствования вашего. И по чуть-чуть, помного, по чуть-чуть, по чуть-чуть, они начали победить этих народов. И они начали обладать этой страной. Но смотрите, что случилось в данной ситуации. Когда Бог хотел, нет, когда Абрам хотел найти жену для своего сына Исаака. И он позвал старших в его доме. И он говорил, обещай мне кладку, делай мне. Пойдешь к народу моему, возьмешь жену для моего сына. И вот этот старший задал вопрос. Хорошо, я все понял. Я все сделаю. Но вдруг эта женщина не захочет прийти со мной. Имею ли я право взять твоего сына, взять Исаака и поведу его в эту землю? На то Абрам очень яростно реагировал. Он говорит, никогда в жизни. Он говорит, Бог, который призвал меня, сказал мне, что тебе и потомству твоему дам эту землю. Если эта женщина не захочет, да благословить ее Бог. Но моего сына туда ни при каким предлогах, ни в ком случае не возвращай его туда. И вы представьте себе, Иаков находился в пути, когда он убежал от земли обетования. Авраам был бы живым, не знаю, что бы он с ними сделал бы. Понимаете? Иаков как раз уходит от этой земли. Поэтому Бог явился ему. Он говорит, где ты сейчас? Да, ты убегаешь от этой земли. Но я повторяю тебе сегодня, то, что я говорил Аврааму. Я повторяю тебе сегодня, то, что я говорил Исааку. Что тебе, несмотря на то, как обстоятельства сегодня выглядят. Несмотря на то, что ты в бегах сегодня. Несмотря на то, что ты много делов уже наделал. Бог, я говорю тебе сегодня, мое слово остается в силе. Тебе и потомство твоим я дам. Это земли. И я хочу, чтобы вы вспомнили то, что Бог говорил вам. Некоторые из вас, вы уже в этой церкви 15 лет. Некоторые 10 лет. И все это время Бог не молчал. Все это время Бог всегда что-то говорил. И не важно, как выглядит сегодня жизнь. Не важно, как выглядит сегодня ситуация. То, что Бог говорил, осуществится. То, что Бог говорит, будет. Тебе и потомству твоему я дам эту землю. Ты сейчас убегаешь оттуда. Но я тебе говорю, тебе и потомкам твоим я дам эту землю. И дальше Яков один. Не женат. И Бог говорит, твои потомки будут, как песок земной. Твои потомки будут, как песок земной. Знаете, я часто говорю, что нам в Киеве еще нужно тысячи церквей. Но вы знаете, даже тысячу церквей. Разве это песок земной? Я говорю, по Украине нам нужно сто тысяч церквей. Но скажите мне, сто тысяч. Разве это песок земной? Если вы еще можете считать свое благословение, значит, это еще не песок земной. В Откровении написано, что я вижу много народов и всех стран, и всех коленей. Такое количество, что невозможно считать. Вот это список земной. Представьте, как Бог думает. Представьте, как Бог мыслит. Некоторые из нас, у нас только один маленький офис. И все наши внимания на этом маленьком офисе. И мы так деремся за это в маленьком офисе. Когда Бог говорит, я хочу расширять себя налево, направо. Когда у тебя пять должен быть, десять должен быть. Мы даже на мысленном уровне, мы не принимаем то обетование, которое Бог нам дал. Некоторые из нас, у нас только одна домашняя группа. И наши овцы. Мы так, и где же им так? Не дай Бог, чтобы кто-то притрагивался к ним. Когда Бог говорит, я хочу размножить тебя. Он говорит, потомки твои будут как песок земной. Это размер. Это масштаб. Это невероятный масштаб. Это невероятный размер. Это то, что Бог открыл нам на земном посту. Чтобы мы начали просить у Бога невозможное. Мы должны перестать просить у Бога возможное. Мы служим Богу невозможности. И мы должны начинать просить. И мы должны начинать просить за наши потомства. Кто за них будет просить? Я с одной мамой вчера разговаривала. Я говорю, каждый день молись за будущего мужа твоей дожки. Каждый день молись за будущую жену твоего сына. Каждый день. Кто же будет молиться за это? Бог тебе дал слово. Бог тебе дал обетование. Потомство твое будет как песок земной. Вот это размер Бога. Вот так мы должны мыслить. Для того, чтобы мы могли заключить правильный завет с Богом. Следующее. Твое потомство распространится везде. На все направления. Вот почему паса всегда побуждает нас. Все направления. Мы еще не начали. Мы еще ничего не делали. Мы еще не во все направления. Почему общественный завет мы там? Почему еще что-то там? Мы как я. Я. Кто пойдет? Я. И это я. Потому что Бог говорит. И здесь. И здесь. И здесь. И здесь. Посуду. Во все сторон. Некоторые люди говорят. Ну успокойтесь. Ну. Чего вы везде сунути рот? Ну. Битие двадцать восьмое. Это Бог сказал. Везде. Я распространю тебя. Ты будешь везде. Ничего без тебя не пройдет. Я дам тебе власть. Знаете. Есть люди в Украине. Которые. Вот держи все. Держи все. Вот так Бог нас видит. На все направления. На все направления. Я размножу тебя. Мы будем заканчивать. Следующее. Библия говорит. И благословится в тебе. И в семени твоем. Все племена земли. Если благословится во мне. И в семени моем. Все племена земли. Тогда я не могу быть на одной точке. Потому что если все племена земли. Будут идти ко мне. Будет авария. Будет катастрофа. Будет проблема. Вот почему мне надо размножаться. Компания. Фирмы. Фирмы. Которые хотят быть благословением для все племена земли. Они идут туда. Я открываю представительство. Когда Макдональдс решил быть благословением для нас в Украине. Нам всем не дали визу в Америку. Нет. Макдональдс приехал к нам. И наша распространяться. И у них не только один офис. Наверное штук сколько? Пятнадцать. Если не двадцать. Если не тридцать. Бог хочет благословить всех через нас. Для этого нам надо менять менталитет. Мы должны быть везде. Мы должны быть везде. Когда вы проходите торговый центр. Тут будет церковь. В вашем микроорайоне. Тут будет церковь. Когда вы видите какое-то заведение. Где курят. Ножные клубы. Тут будет церковь. Мы размножимся. Мы дойдем до сюда. Вы не знаете кто будет там пастора. Но важно слово. Важно чтобы вы соглашаетесь с Словом Божьим. Которое Бог благословится. Бог говорит Аврааму. Я благословлю тебя. И в тебе благословлятся все народы земли. Это обетование принадлежит мне. Это должно отражаться в моем завете. Бог. Делай мне благословение. Для сей племена земли. Бог. Делай мне благословение. Для всех народов земли. Он дал слово. Делай мне благословение. Не только для себя. Не только для своих родственников. Но для всех народов земли. Бог говорит Якову. Я с тобой. Что Бог говорит Якову. Скажите. Бог сказал я буду с тобой. Там что Бог. Он с ним или он будет когда-нибудь с ним. Я с тобой. Знаете когда мы говорим людям. Я с тобой. Можешь рассчитываться на меня. Я с тобой. Не то что я буду с тобой. Я с тобой. Бог завета. Он всегда с нами. Не то что мы ждем когда он придет. Он есть. И мне больше нравится то что Бог сказал. Иисусу Навину. Когда они должны взять Ирихон. Это вообще фантастика. Он говорит. Они еще не приступили. Они еще ничего не делали. Бог говорит. Я уже предал. На некоторой переводе. Я уже предал. Это вообще фантастика. Ты еще из дома не вышел. Ты еще вообще не начал. А Бог говорит. Я уже предал. Так и есть в духовном мире. Так и есть в духовном мире. Как только Бог высвободит слово. Я уже это делал. Я предаю. То есть предаю это тоже значит даю. Я с тобой. И сохраню тебе везде. В другом переводе. Куда бы ты не пошел. Куда бы ты не пошел. Куда бы твоя семья не пошел. Дети вырастают. Они ходят без нас. Бог говорит. Я буду с тобой. Куда бы ты не пошел. И Он говорит. И возвращу тебя в эту землю. Ты не потеряешь эту землю. Возвращу тебя в эту землю. Ты исполнишь твое предназначение. И последнее, на чем мы закончим сегодня. Я не оставлю тебя. Подчеркнуйте это в своей Библии. Я не оставлю тебя. Доколе не исполню того, что я сказал тебе. Давайте встанем. Бог говорит. Я не оставлю тебя. Доколе не исполню все. Доколе не исполню всего. То, что я говорю тебе. Я не оставлю тебя. Доколе не исполню все. То, что я говорю тебе. Библия говорит. Если отец и мать оставляют тебя. Я не оставлю тебя. Библия говорит. Может ли кормящая мама забыть своего ребенка. Библия говорит. Даже если она забудет. Я не забуду. Бог говорит. Я не оставлю тебя. Я буду звать. Я буду звать. Я буду доставать. Я буду призывать, я не оставлю тебя, пока я не благословлю тебя. Я не оставлю тебя, пока я не сделаю твои потомки, как песок мазки. Я не оставлю тебя, пока я не размножу тебя. Я не оставлю тебя, пока я не распространю тебя налево-направо. Я не оставлю тебя, я не оставлю тебя, пока все племена земли не благословлятся в тебе. Давайте будем вызывать к Богу, давайте будем молиться, скажите Богу да на эти слова, скажите Богу да на эти обетования, скажите Богу да.